В эфире iNews в студии Андрей Соколов. В ближайшие минуты самые интересные новости из мира науки и IT-индустрии. Французский производитель косметических средств Лореаль начал выращивать искусственную человеческую кожу для Китая. Опыты проводятся на базе лаборатории местного подразделения компании Лореаль Чайна. Как известно, кожа людей разных наций и рас довольно сильно отличается по своим свойствам и составу. То, что хорошо для европейских потребителей, может не подойти покупателям из Азии. И так как китайский рынок сейчас один из наиболее перспективных и быстро развивающихся в мире, крупные производители стараются найти индивидуальный подход к местным потребителям. Для выращивания искусственной кожи специалисты Лореаль используют остатки после пластических операций. Больше всего кожа остается после пластики живота и груди, а также после подтяжки лица. Пациенты клиник предварительно дают согласие на использование своего биоматериала. Образцы делят на отдельные клетки, рекультивируют их и выращивают на желатиновой подложке до необходимого размера. Материал калибруется таким образом, чтобы максимально соответствовать коже людей, проживающих в Азии. К примеру, их кожа легче переносит воздействие солнца по сравнению с кожным покровом европейцев. Свои условия диктует и другое питание. Кожа иначе реагирует на косметику и другие вещества. Эксперименты на искусственной коже идут уже полным ходом, но продукция, протестированная на ней, пока не может продаваться в Китае. Отсутствует законодательное разрешение на такую косметику. Поэтому пока все, что продается в КНР, предварительно тестируется на животных. К слову, у нас в России таких преград нет. Китайская Vivo спустя довольно короткое время после анонса выпускает на рынок смартфон со сканером отпечатков пальцев, встроенным в экран. Еще буквально месяц назад это был безымянный прототип. Теперь же перед нами модель со сложно сочиненным названием Vivo X20 Plus UD. Главная фишка здесь, конечно же, дактилоскоп. Это второе поколение сенсора от компании Synaptics, которые показали еще в конце минувшего года. Датчик по-прежнему медленнее обычных дактилоскопов, но работает уже сносно. Скорость распознавания приемлемая, а количество ошибок сведено к минимуму. Когда пользователь прикладывает палец к изображению отпечатка на экране, смартфон подсвечивает данную область и оптический сканер распознает рисунок. Работать датчик способен только с OLED-панелями. Здесь можно подсвечивать отдельную область дисплея, а вот LCD-экраны так не умеют. Они используют подсветку, которая блокирует работу датчика. Поэтому в данном смартфоне стоит AMOLED-панель, диагональ сумасшедшая, 6,43 дюйма, а вот разрешение для подобного размера так себе в Full HD. По железу тоже без изысков. Здесь стоит средненький процессор Qualcomm Snapdragon 660, графика Adreno 512. Ну да ладно, зато батарейку сильно кушать не будут. Оперативной памяти 4 гигабайта, постоянной 128 гигов поддерживаются карты microSD. Что касается камеры, то здесь все неплохо, по крайней мере на бумаге. Основная получила два модуля на 12,5 мегапикселей с отличной апертурой 1,8. Фронталка тоже на 12, но не такая светосильная диафрагма 2.0. Емкость аккумулятора внушительная – 3905 мАч. Учитывая, что процессор здесь стоит нетребовательный, жить смартфон должен долго. Дмитываем, что поддерживается быстрая зарядка. Работает Vivo X20 Plus UD под собственной оболочкой и, к сожалению, не на последнем Android Oreo, а на предыдущем Android Nougat. Когда будет обновление – неизвестно. Смартфон уже поступил в продажу, цена в переводе на рубли вполне соответствует нынешнему среднему сегменту – около 32 тысяч. На этом все. Смотрите iNews и оставайтесь в курсе самых интересных событий из мира науки и IT-индустрии. Также вступайте в нашу группу в социальной сети ВКонтакте. Адрес сообщества сейчас на ваших экранах. В студии был Андрей Соколов. Всего доброго и до встречи.